И расскажу вам сейчас о укусах пауков и других насекомых, которые встречаются в летнее время и могут принести вам неприятности. СПАЗМ в животе Почему можно оказать помощь такому больному? Это горячее питье, согревание больного, успокоить, потому что яд паука вызывает резкое повышение артериального давления. У больных с гипертонической болезнью это может вызвать осложнение. Это укусы пчёл, ос, шершней. Опасность этих насекомых заключается в анафилактической аллергической реакции, которая индивидуально у некоторых людей может вызвать анафилактический шок. Особенно опасны укусы в область языка, горла, шеи. Множественные укусы у детей и у людей, которые сенсибилизированы и чувствительность у них повышена. На место укусов нужно положить холод. Обратиться за помощью в ближайшее лечебное учреждение. В нашем регионе гадюка в воде вообще не кусает, не поражает. И укусы обычно ограничиваются местной реакцией организма. То есть она выделяет в области укуса протеолитические ферменты, возникает некроз небольшой, может вообще быть только след от укуса, отёк и явление когулопатии или воспаление вен, тромбофлебита. Как правило, эти больные редко госпитализируются. Лечение ограничивается амбулаторно. Не стоит надрезать, высасывать, выдавливать, потому что после вот таких манипуляций вы просто себе утяжелите состояние и будете лечить осложнение, а не укус гадюки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оттож, друзі, повертаємося до студії, вже готові продовжити розмову з нашим ранковим експертом. Доброго ранку вам, пані Ствано. Як так кажуть, і там, і тут показують. Але продовжуємо розмову більш детально про укуси кракуртів. Зараз чи це не найактуальніша тема, про це пишуть і в інтернет-виданнях, що трапляються такі випадки. Але як вберегтися в першу чергу від того, щоб тебе не укусив кракурт? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, по итогам этого лета оно заканчивается. Было все. И укусы жалючих насекомых, и укусы змей, о которых мы с вами упоминали, и появились укусы кракурта. В сравнении с прошлым годом их меньше. Вот сейчас начало сентября фактически. Но лето еще не закончилось для насекомых. Конечно, жаркий период прошел, но вот сейчас, именно в этот период, самки, пауки начинают искать теплое место. Поэтому не будут пытаться укрыться в домах, в частных домах, в туалетах выгребных. Будут пытаться залезть в какие-то вещи, которые находятся на улице, для утепления. Поэтому люди, которые будут соприкасаться и живут в частных домах, должны быть осторожны. В этом году, начиная за все лето, всего три случая. В прошлом году – семь. Это было за весь период лета и активности этих пауков. Все случаи, опять-таки, как и прошлые годы, чаще встречаются при уборке огородов. Ботва. Ну и тапочки. Если одевается обувь, которая находится на улице, возникают, да. Залазит паучок туда и сидит. Может попасть в постель в домах. Но в этом году, в основном, это уборка огородов. Люди, в основном, это зрелые люди, дети, не было случаев детей, собирают ботву. Если одеты легко, а сейчас жарко, ну не все же закрывается тело. Прижимают к себе. Случайно прижали паука, и он укусил. Сам он, конечно, не нападает. А какая особенность этого укуса? Дело в том, что кусает он не больно. Укус в виде укола иглой. Единственная точечка. Может быть побледнение пятнышков в месте укуса. И все. Иногда человек даже не замечает, если это в каком-то таком порыве. И потом вдруг возникает болевой синдром, который начинает резко подниматься вверх. Если это нога, к бедрам, к пояснице, возникает опоясывающая боль, которая имитирует какие-то болезни. Радикулит, почная колика. То есть поэтому многие не обращаются, потому что поработали и думают, что так. Да, многие считают, что если они не заметили место укуса и не увидели паука, а, к сожалению, вот из троих всех паука видел один человек. А так укус произошел, самого насекомого не видно. Но когда вот такая симптоматика возникает, возникает чувство страха, дрожи, потливость, боль очень сильная, опоясывает поясницу, грудную клетку, становится плохо дышать, возникает резкая потливость, повышается артериальное давление. Вот тогда клиника очень яркая. И человек вынужден из-за своего состояния обращаться домой, в лечебное учреждение. Есть похожий паук, который кусает больно, и реакция болевая в конечности, в которой он кусил, тоже довольно интенсивная. Это хирокантус. Это паук виноградный. Если каракурт чёрный, этот серенький, с белыми, с жёлтыми вкраплениями на брюшке, довольно крупный. Но у него челюсти, он кусает две точечки, и кусает очень больно своими челюстями, и человек это ощущает. Болевой синдром тоже развивается довольно сильно. Иногда даже приходится до наркотических средств для того, чтобы снять. Но эта боль обычно ограничивается только конечностью. Она не распространяется на поясницу. Она не вызывает спазмом мочевыведящих путей. Люди иногда помочиться не могут. Понимаете, настолько выражен спазм брюшных мышц, и выразивается порез кишечника, вздутие живота, который имитирует острый живот. Это при каракурте. А здесь боль и всё. Но если мы говорим уже потом о клинике этой болезни, как в одном случае, и как во втором, и что опаснее? Опаснее, конечно, каракурт. Здесь боль, два дня человек поболел, обезболивающие поводили, и он уходит. Иногда люди госпитализируются, иногда они расскажем им такую клинику, и они уходят домой, и своими способами всё это лечат. Но каракурт, конечно, это стационар. Это 3-5 суток стационара, потому что приходится вводить инфлазионную терапию. Иногда приходится помогать. Физиологические нужды и мочеотделения, и порез кишечника может повышаться очень резко давление, и для пожилых людей это тяжело. Если мы говорим о укусе каракурта, в какой период, скажем так, самый оптимальный, чтобы обратиться к врачу, и когда нужно уже понимать, что уже это критическая точка? А тут не будет критики. 20 минут, боль начинает распространяться, нужно сразу ехать. Потому что давление высокое, клиника развивается, чем раньше начнёшь проводить лечение, тем лучше. Самый тяжёлый период – это первые трое суток. Обычно после третьих суток начинают стихать клинические явления, и человек выздоравливает. Обычно без последствий. Последствия, если всё-таки возникают, то какие? Только может на фоне разворота клиники – это порез кишечника, нарушение мочеотделения и гипертонические кризы, которые могут привести у гипертоников к каким-то осложнениям в виде даже инсультов. У нас был один случай очень давно-давно, много-много лет назад, когда пока из района человека довезли инсульт, и он погиб от инсульта, от осложнения. А в принципе, всё было приятно, заканчиваются ли такие болезни. Если мы говорим о первой помощи человеку, у которого укусил каракурта, есть ли здесь какие-то случаи, потому что много там, да, при укусах различных, там кто-то прижигает, там некоторые говорят, удалите максимальное количество яда, здесь что-то можно помочь человеку? Дело в том, что это биояд, он быстро разрушается действительно при термообработке. Поэтому если успевает человек увидеть, и это происходит первые минуты, он может поднести свитечку, черкнуть коробочкой и легко прижечь это место. Клиника будет, но она будет мягче. Всё, больше ничего не нужно. И пока вы довозите больного, а его нужно доставить в больницу, это полчаса, может больше, надо его согреть, давать обильное горячее питьё, чтобы он хорошо пил. Можно сделать обезболивающие препараты. Любые, какие есть, думаналгин, дексалгин, то, что есть, дать обезболивающее, дать что-то обезболивающее. И в стационар. А само место укуса как-то обрабатывать или лучше вообще не... Оно вообще будет малозаметным. Иногда, когда человек приходит, он показывает пятнышко, а иногда через день его уже вообще не видно. Поэтому место укуса, это не таранту. Таранту укусает больно, вызывает местное воспаление в виде. Каракурт нет, он вводит яд. Вот так, друзья, на самом деле, казалось бы, да, самое маленькое животное, но жаль, это хуже всего и самое хужее последствия. Поэтому помните о том, что если во время уборки территории, которая возле дома, или как-то вы услышали резкий боль в виде укола, и потом начинаются вот симптомы, о которых мы поговорили, обращайтесь к врачам. Не занимайтесь самолечением. Помните, что чаще всего, точнее есть статистика, что 5% укуса каракуртов – это летальная сумма. Да, но это старая статистика, конечно, никто сейчас это не прослеживает. И нужно, единственное, помнить, идёте на огород работать, обязательно одевайтесь. Весной просматривайте плетни заборов, потому что многие, кто приходит, видели, они, говорят, бегают пауки, но с ними не борются. Поэтому с ними лучше бороться. Обжигать туалеты, выгребли, чтобы этого не было. Вот так, поэтому помним о том, что придёт осень ещё с весны. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова